Всем привет! Меня зовут Бриджит, я из Америки, и я учу русский язык. Сегодня у нас очень интересное видео. Сегодня я записываю интервью с Фёдором. Он из России, но он недавно сюда переехал. И мы будем узнавать больше о его опыте в Америке. Привет! У Фёдора канал на YouTube, он пропадает русский язык. Если ты учишь русский язык, посмотри его канал, потому что его видео очень полезнее. Я выложу ссылку в описании. Ну, Фёдор, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Немного обо мне. Меня зовут Фёдор Ширин, я из России, из Сибири. Что ещё? Да, у меня есть канал на YouTube, где я учу русскому языку. И уже как этим занимаюсь два года. Я учитель. Моё призвание – это учитель. Мне нравится учить. Вот, в принципе, всё. Впервые. Впервые. Хочу знать, почему ты сюда переехал и как ты сюда переехал? Я сюда приехал, потому что, когда мне было лет, наверное, 14-15, я смотрел разные фильмы, мне нравились многие люди из Америки. То есть, я всегда хотел стать успешным, и у меня всегда были взгляды на Америку. Вот там, в Америке очень много разных хороших компаний, там всё есть, хочу в Америку. Но это не было серьёзным где-то до класса 10-го в школе. Когда я уже начал заниматься английским, когда я узнал то, что многие мои друзья, кто играет в теннис, я тоже играю в теннис, они уезжают в Америку, учатся в Америке и им оплачивают образование, потому что они играют в теннис. И я сделал то же самое, и приехал сюда, и как я приехал, приехал с теннисом как раз-таки, то есть я снял видео, как я играю в теннис, тренер этого университета увидел моё видео, меня позвал в университет, дал мне стипендию, и сейчас я учусь в Хэмптон университи бесплатно. Бесплатно? Прежде чем ты приехал в Америку, что ты об Америке думал? Какие стереотипы были у тебя, и были ли это правдой? И есть стереотипы в России об Америке, которые просто не правды? Интересный вопрос. Я думал, что... Я думал, что американцы очень наивные. То есть я считал, что... Что американцы не знают жизни, что у них опыта очень мало в жизни, и они, в принципе, мало... Мало чего знают, у них очень узкий кругозор. Что, конечно же, неправда, потому что, конечно, можно сказать то, что американцы, допустим, они плохо знают математику, они плохо знают географию, но это... Их разум не измеряется только школой. То есть, возможно, они не знают какие-то школьные предметы, математика, география, биология и так далее. Но у американцев очень хорошо работает голова. То есть они знают, как достичь того, чего они желают, и делают это очень успешно. В России, с другой стороны, люди, возможно, знают много математики, биологии, всего из школы. Но что касается реального применения знаний, то у русских с этим плохо. А в Америке, наоборот, знают мало, но всё используют. У нас русские знают много, а используют чуть-чуть. И стереотипы об американцах в России. В России думают, что американцы глупые, потому что они знают очень мало. Но, как я уже сказал, американцы пускай знают, возможно, меньше, чем мы, но всё используют, и используют очень хорошо. Вот. Ещё добавлю в конце. Русские пытаются знать всё, то есть, каждую... Они хотят, чтобы они всё делают своими руками. И тратят на это кучу времени. Американцы знают, окей, я не знаю вот это. Я позову друга, который знает, и он мне это сделает. То есть, мне не нужно знать всё, если я могу использовать свои ресурсы, чтобы это сделать. Вот. В твоём опыте, какие стереотипы обычно у американцев о России? Как американцы ведут себя с тобой, зная, что ты из России? Очень странно, но у американцев есть стереотип, что русские очень злые и суровые, грубые люди. Но когда американцы общаются со мной, я этого не вижу. То есть, почему-то они думают, что русские все очень злые, но когда они с тобой общаются один на один, этого не замечаешь почему-то. Вот, да, то есть, они думают, что русские очень злые, суровые, грубые. Ну, конечно же, это не так, разумеется, просто мы, просто мы, у нас образ такие, мы мрачные, но если с нами познакомиться, мы очень хорошие люди. И когда американцы общаются со мной, то они всегда, о, русские, водка, водка, холодно зимой, очень холодно. Медведи, да. Медведи, да. Но общаются нормально. Я был удивлён, я думал то, что ко мне будут плохо относиться, потому что Путин, это всё политика. Но, как я узнал, американцам всё равно на политику, в принципе, они не верят телевизору, они не верят СМИ, поэтому у меня не было проблем с этим. Вот. То есть, я был очень удивлён, в лучшую сторону удивлён, то что ко мне относятся очень-очень хорошо. И ещё хочу узнать, как ты выучил английский язык, потому что ты свободно говоришь на английском. Я начал учить в раннем возрасте, в школе, во втором классе. Учил до восьмого класса в школе, это ерунда полнейшая, это очень-очень плохой уровень английского у нас в школе, как в Америке, допустим, испанский язык. Потом я уже понял то, что я хочу в Америку, мне нужно учить английский язык. И, начиная с девятого класса, я нашёл себе учителя, я с ним учился два года, но он был хороший, но он меня учил грамматике, только грамматике. То есть, мы говорили по-английски, но очень мало. Вот, то есть, три года, два года с ним, и потом шесть лет в школе, то есть, восемь лет я учил английский язык. И я думал, что я знаю английский отлично, то есть, я был уверен в себе, я поехал в Америку, приехал в Нью-Йорк, и там я потерялся, я не мог найти свою станцию автобусную. Я спрашивал у людей, где моя станция находится. Они мне отвечают, а я ничего не понимаю. То есть, я думал то, что я знаю английский очень хорошо, но на самом деле у меня не хватало вот именно разговорного английского. То есть, я плохо понимал на слух, плохо говорил, особенно я плохо понимал сленговую речь. То есть, когда я потерялся в Нью-Йорке, я вообще, то есть, я был в панике. Я запаниковал, и была, эта неделя была очень, очень, очень плохая для меня. Ну и потом, потом я полгода я был в университете, потихонечку начал учить, то есть, я общался на английском, как-то пытался практиковать. И я понял, что я знаю английский хорошо, но у меня есть в голове такой барьер. То есть, я знаю много, но у меня есть барьер именно разговорный. Потому что многие знают эту историю, когда я выпил пиво немного с друзьями, и начал говорить по-английски свободно просто. Я был королем русского, английского языка, говорил о музыке, о фильмах, обо всём. И потом, на следующее утро я проснулся, и опять то же самое, я не могу говорить. Я, я этого не понял, потом я, потом я додумался то, что у меня это всё в голове. Я умею говорить, просто мне нужно освободиться. И после этого я начал более открыто общаться, стал более, в общем, убрал этот барьер у себя из головы, и начал говорить свободно. Ну и сейчас я уже, конечно, в Америке был, я сейчас уже в Америке три года, поэтому, конечно, у меня английский будет хорош. То есть, у меня мой путь изучения английского одиннадцать лет, это очень много. Что ты бы рекомендовал человеку, да, который живёт в России и не может сюда переехать? Порекомендую, есть много приложений, есть приложение HelloTalk, есть приложение Tandem, есть Interpols.net. There are many, many resources where you can find people from America, you can talk to them, and you can talk to them, you can call them, you can text them, you can interact with them. Знаешь, что ты говоришь, что ты говоришь по-английски. I started speaking English? I started speaking English? I'm leaving it in there. I'm leaving it in there. Go back, sorry. I didn't even notice that. Есть в интернете много приложений HelloTalk, Tandem, Interpols и много-много других, на которых ты можешь найти американцев, англичан, австралийцев, хоть кого, и с ними общаться на английском языке, то есть это обмен, языковой обмен. Ты учишь их, а они учат себя. Ты можешь им позвонить, ты можешь им написать, ты можешь с ними общаться каждый-каждый день. И именно это, я считаю, правильный путь к изучению русского, любого, в принципе, языка, русского или английского. Может, французского, испанского, не важно. Ну вот, то есть, именно нужно общаться на языке хоть какого-то уровня, хоть ты beginner, intermediate, либо же advanced, не важно, в принципе. Главное это общаться. Потому что именно это общение покажет тебе, что тебе не хватает, что тебе нужно учить, и именно от этого ты будешь отталкиваться. Многие учат грамматику просто часами. Грамматика, грамматика, грамматика. Это, ну, вообще, это бесполезно. Ты знаешь все правила, даже больше, чем сами американцы, знаешь правил, но говорить ты не умеешь. То есть, нужно балансировать маленькой грамматики, много разговора, много разговора на английском, много слушания, много... То есть, много других аспектов, кроме грамматики. Все что угодно можно учить. И от этого нужно отталкиваться. И также, то есть, больше говорить, больше именно общаться, именно использовать язык в деле. И второе, это учить каждый день. То есть, либо ты полчаса в день, можно даже минут 15 в день, не важно. Но это лучше каждый, каждый день, чем, допустим, в понедельник пять часов английского, вторник ноль, среда ноль, четверг ноль, пятница полчаса. То есть, нужно каждый день учить язык. Потому что у тебя мозг перестраивается на этот язык. У тебя постоянно эта информация в голове. А когда ты занимаешься сегодня много, завтра нисколько, послезавтра нисколько, у тебя это уходит. Поэтому нужно перестраиваться именно на тот язык, который ты учишь. Каждый день. И использовать этот язык каждый день. Вот. Спасибо большое, Фёдор, за то, что ты сделал это интервью со мной. Надеюсь, что это видео будет очень интересное для моих подписчиков. Если вам понравилось видео, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой канал. И ещё, если ты, если вы учите русский язык, посмотрите его канал. Как я уже сказала, его видео безумно полезные, полезные. Спасибо, Бриджит, за прекрасное интервью. Это первое интервью, которое я когда-либо давал. И, надеюсь, не последнее. Да, первое интервью. Учите языки, русский, английский, и познавайте много нового. Пока-пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова